Глава 65. Господь Баларама посещает Вриндаван Однажды господь Баларама очень захотел повидаться со своим отцом и матерью во Вриндаване. Охваченный этим желанием, он отправился во Вриндаван на колесницы. Обитатели Вриндавана давно мечтали увидеться с Кришной и Баларамой. К тому времени, когда господь Баларама вернулся во Вриндаван, маленькие пастушки и гопи уже выросли, и все же, когда он приехал, они горячо обняли его, и Баларама тоже обнял их. Затем он предстал перед Махараджинандой и матушкой Ешодой и почтительно приветствовал их. В ответ матушка Ешода и Махараджинанда осыпали его благословениями. Обращаясь к нему, они назвали его Джагадишварой, властелином вселенной, хранителем всех живых существ, ибо Кришна и Баларама заботятся обо всех. Но сами Нанды и Ешода оказались в очень тяжелом положении, обреченные на разлуку с Кришной и Баларамой. Они с любовью обняли Балараму, усадили его себе на колени, и при этом все время плакали, орошая Балараму слезами. После встречи с Нандой и Ешодой господь Баларама обошел всех старших пастухов Вриндавана, выражая им свое почтение, и принял дань почитания от юных пастухов. Так, согласно возрасту и родству, господь Баларама обвинялся приветствиями с жителями Вриндавана. Он пожал руку сверстникам и друзьям, громко смеясь, обнял каждого из них. После того, как взрослые и юные пастухи, гопи, царь Нанда и Ешода приветствовали господа Балараму, он, довольный и радостный, удобно уселся, и все окружили его. Господь Баларама поинтересовался, все ли у них благополучно, а затем жители Вриндавана, которые так давно не видели его, стали наперебой задавать ему вопросы. Плененные красотой, лотоса подобных глаз господа Кришны, обитатели Вриндавана пожертвовали ради него всем, переполняемые желанием любить Кришну. Они никогда не помышляли о том, чтобы вознестись на райские планеты или погрузиться в сияние Брахмана, слиться с абсолютной истиной. Они не стремились к роскоши. Их вполне устраивала простая жизнь деревенских пастухов. Всегда погруженные в мысли о Кришне, они не желали ничего для самих себя. Они любили Кришну больше всего на свете, но сейчас его не было с ними, и когда они принялись расспрашивать Баларамаджи, их голоса дрожали. Первыми к нему обратились Махараджананда и Ешода Майи. — Дорогой Баларама, — спросили они, — все ли благополучно у вас, у Девы, у остальных наших родственников и друзей? Вы с Кришной уже взрослые мужчины, у которых есть жены и дети, среди радости семейной жизни. — Вспоминаете ли вы хоть иногда о ваших бедных отца и мать, Махараджананду и Ешоду? Мы были рады узнать, что вы убили величайшего грешника, царя Акамсу, и тем самым принесли избавление всем, кто из-за него страдал, в том числе нашему другу Васудеве. Мы также рады тому, что ты, Кришна, разгромили войско Джарасандхи и Калаяваны, который затем встретил свою смерть, и теперь живете в неприступной крепости Двараки. Когда пришли гопи, Баларама бросил на них взгляд полной любви. Гопи, которые так долго горевали в разлуке с Кришной и Баларамой, очень обрадовались, увидев Балараму, и стали расспрашивать его, как поживает он и его брат Кришна. Прежде всего, они хотели узнать, счастлив ли Кришна, живя в окружении просвещенных обитательниц Дварака Пури. Поминает ли он хоть иногда своего отца Нанду, матушку Ишоду, и всех тех, с кем был так близок, пока жил во Вриндаване? Спрашивали они, собирается ли Кришна приехать повидаться со своей матерью Ишоды, и помнит ли он нас, гопи, которые так страдают в разлуке с ним? Может, Кришна забыл о нас среди знатных горожанок, но мы по-прежнему вспоминаем о нем, когда собираем цветы и делаем из них гирлянды. Мы ждем Кришну, но он не приходит, и тогда мы горько плачем. Если бы он только приехал сюда и принял от нас эти гирлянды, которые мы делаем для него, дорогой Баларама, потомок Дашархи, ты знаешь, что ради Кришны мы готовы пожертвовать всем. Даже в великом горе человек не забывает о своих близких. Мы же сделали то, на что другие не способны, оставили наших отцов, матерей, сестер и других родственников. Но Кришна пренебрег нашей жертвой. Неожиданно он бросил нас и уехал из Вриндавана. Ничего как следует не обдумав, он порвал с нами и уехал в чужие края. Но как ловко, как хитро он утешал нас. Мои дорогие гопи, не волнуйтесь, вы так преданно служили мне, что я никогда не смогу вас отблагодарить. В конце концов, мы ведь женщины. Разве могли мы не поверить ему? Теперь мы понимаем, что его сладкие речи были всего лишь обманом. Одна из гопи, не желая мириться с тем, что Кришны нет во Вриндаване, сказала «Дорогой Баларамаджи, конечно, Кришне легко было обмануть нас, деревенских девушек, но неужели он думает, что ему удастся обмануть жительниц Двараки? Они ведь не так глупы, как мы. Нас, деревенских девушек, Кришна мог ввести в заблуждение, но женщины Двараки очень умны и образованы, поэтому я удивилась бы, если бы и горожанки оказались сбитыми с толку и поверили словам Кришны». «Дорогая подруга!» — вступила в разговор другая гопи. Кришна очень красноречив, в этом он не знает себе равных. Он может говорить так красиво и сладко, что покорит сердце любой женщины. Кроме того, он в совершенстве владел искусством расточать пленительные улыбки, и поэтому стоит ему улыбнуться, как любая женщина тут же потеряет голову, и без колебаний отдаст ему сердце. Другая гопия, услышав это, сказала, «Милые подруги, что толку говорить о Кришне?» «Если вам так нравится проводить время в разговорах, давайте найдем для них другую тему. Жестокий Кришна прекрасно обходится без нас, так почему же мы не можем обойтись без Него? Кришна счастливо проводит дни вдали от нас, однако мы не можем быть счастливыми без Него». Пока гопи говорили о Кришне, их чувства к Нему становились все сильнее, и они вновь и вновь вспоминали улыбку Кришны. Его нежные слова и объятия, Его прекрасные черты и качества, охваченные экстатическими чувствами, они думали, что Кришна снова рядом и танцует перед ними. На них нахлынули сладостные воспоминания, и не в силах сдержаться, они дали волю слезам. Господь Баларама, конечно, знал, какие чувства испытывали гопи, и хотел утешить их. Он хорошо умел утешать других, и, с почтением обращаясь к гопи, стал так доверительно рассказывать им о Кришне, что гопи были очень тронуты. Чтобы угодить гопи, господь Баларама остался во Вриндаване на целых два месяца, Чайтра — мартапрель, и Вайшакха — апрель-май. Эти два месяца он провел среди гопи, и каждую ночь встречался с ними в лесу Вриндавана, чтобы удалить их жажду супружеской любви. Так Баларама тоже насладился танцем раса с гопи. Была весна, и над Емуной веял ласковый ветерок, напоенный ароматом цветов, особенно цветка калмуди. Лунный свет озарял небо и разливался над берегами реки, делая их еще прекраснее. Там господь Баларама счастливо проводил время в обществе гопи. Полубог Варуна послал на берег Емуны свою дочь Варуни. Она приняла облик жидкого меда, который сочился из каждого древесного дупла. От меда Варуни весь лес наполнился благоуханием, и этот сладкий аромат пленил Баларама Джи. Он и гопи захотели попробовать Варуни, и стали все вместе пить его. При этом гопи славили господа Балараму, и он был так счастлив, как будто напиток Варуни опьянил его. Глаза его вращались, излучая удовольствие. На нем были длинные гирлянды из лесных цветов, и то неземное блаженство, которое он испытывал, наполняло все вокруг радостью и счастьем. На устах у господа Баларамы играла пленительная улыбка, а капли пота на его лице сверкали, словно капли прохладной утренней росы. Пребывая в этом радостном настроении, господь Баларама пожелал искупаться вместе с гопи в водах Емуны и велел Емуне приблизиться к нему. Но Емуна не послушалась Баларама Джи, подумав, что он пьян. Тогда господь Баларама разгневался и тут же стал прорывать берега реки своим плугом. У господа Баларамы два оружия — плуг и палец, которые он применяет, когда необходимо. В этот раз он решил воспользоваться своим плугом, чтобы с силой привести к себе Емуну. Он хотел наказать Емуну за то, что она ослушалась его, и обратился к ней так. — Ах ты негодная река! Как ты смеешь пренебрегать моим повелением! Сейчас я тебя проучу! Ты не пришла ко мне по доброй воле, так я заставлю тебя явиться! Своим плугом я разделю тебя на сотни мелких ручейков! Услышав эту угрозу, Емуна испугалась могучего Баларамы и в тот же миг предстала перед ним в человеческом облике. Она припала к его лотосным стопам и взмолилась. О, Баларама, ты самый могущественный на свете, и ты даруешь радость всем живым существам. К несчастью, я забыла о твоем величии и славе, но теперь одумалась и вспомнила, что Господь Шеша, твое частичное проявление, держит на своих головах все планеты. Ты — опора и хранитель Вселенной, о верховная Личность Бога, ты в полной мере обладаешь всеми шестью достояниями. Забыв о том, что ты всемогущая, слушалась твоего приказа и тем самым нанесла тебе оскорбление, но знай, о Господь, что отныне я безраздельно предана тебе. Ты так любишь своих преданных, поэтому прости мою дерзость и все, в чем я повинна перед тобой. Яви свою неизъяснимую милость и отпусти меня. Поскольку Емуна выказала такое смирение, она была прощена. Тогда она приблизилась к Господу Балараме, и он вместе с Гопи вошел в ее воды, подобно тому, как слон входит в реку со своими подругами. Они долго оставались в воде и вдоволь насладились купанием. Как только Господь Баларама вышел из реки, богиня процветания поднесла ему прекрасные синие одежды и золотое ожерелье. После купания в Емуне Господь Баларама, облаченный в синие одежды и украшенный драгоценностями, притягивал к себе взоры всех. Кожа у Господа Баларамы белая, и нарядно одетый он был так же красив и величествен, как белый слон царя Индры с райских планет. А река Емуна и по сей день имеет много маленьких рукавов от того, что Господь Баларама решил привести ее к себе своим плугом. Все они и поныне прославляют всемогущего Господа Балараму. В течение двух месяцев Господь Баларама и Гопи каждую ночь вместе наслаждались божественными развлечениями. И время летело так быстро, что все эти ночи показались им одной единственной ночью. В присутствии Господа Баларамы Гопи и другие жители Вриндавана стали такими же счастливыми, какими бывали, когда оба брата, Господь Кришна и Господь Баларама, жили во Вриндаване. Так, в книге Бхактивиданты «Кришна. Верховная Личность Бога» заканчивается глава 65-я. Господь Баларама посещает Вриндаван. Субтитры создавал DimaTorzok